Мы знаем У меня, скажем, есть ощущение, что Цой, в отличие от некоторых, к сожалению, у других наших очень талантливых рокеров, он не забывается, он все время вот где-то рядом. Так же, как Моррисон, так же, как Леннон, он не отодвигается в прошлое, не становится каким-то чисто ностальгическим символом. Виктор писал песни про общечеловеческие ценности, очень талантливые. У нас была какая-то мечта, идея, в которой мы культивировали. Юрий Каспарян и Георгий Гурьянов – музыканты последнего состава группы «Кино». Георгий Гурьянов – профессиональный художник, считался главным модником Петербурга. Юрий Каспарян единственный в группе не занимался живописью. Вместо этого совершенствовал влечение восточными единоборствами, следя с чем некоторое время жил в Швейцарии. Конечно, всегда было очень приятно, что волная зала от края на горе воспринималась как должная. Теплое место на улице Жду отпечатков наших ног Звездная пыль На сапогах Мятое кресло Юрий Айзеншпис – продюсер группы «Кино». Один из первых профессиональных продюсеров в стране. Благодаря Айзеншпису, группа «Кино» вышла на качественно новый уровень и приобрела всесоюзную известность. Концертная деятельность носила чисто такой туровый характер. То есть был сделан тур из нескольких городов. И там 10-12, ну самый большой 15 концертов в месяц. И тут этих концертов музыканты очень здорово уставали, потому что очень выкладывались на всех этих концертах. Всегда работа была вживую, а это требовало больших отдач. Ноя распахнул двери ковчега, ступил ногою свою на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес «Асса». Это и было единственное, донесённое до нас из тех допотопных времён слово. А вместе с ним передалась кому-то из нас их сила и чистота. Он всё время придумал, что всё надо объяснять словом «Асса». Ну, значит, хорошо поел «Асса», хорошо сыграл на гитаре «Асса», дал там вроде кому-то «Асса». А кем вы, собственно, работаете? Машинистом, отдельно. Это не важно, кем он работает. Он музыкант, рождённый музыкант. Ну, хорошо, а справка же? Нет. Ну, а где вы живёте? Где вы прописаны? Я нигде не живу. Он поэт. Он на белом свете живёт. Он сыграл свой грандиознейший спектакль. Грандиозный спектакль. Белый снег, серый лёд, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Сой никогда не был профессиональным актёром. После выхода фильма «Игла» Виктора назвали лучшим актёром года. Общественность недоумевала. Сой же относился к этому как к хорошей шутке. Сегодня бессмысленно рассуждать о возможной кинокарьере Виктора. Он играл самого себя без суеты и профессионального наигрыша. Именно в этом и заключается ценность фильма с его участием. Мы не следим за актёрской игрой. Мы смотрим на Цоя. Какие бы хорошие или бездарные фильмы не снимались с ракенролльными героями, будь то «Игла» или «Взломщик», или «Асса», тут главное было не содержание этих фильмов, а то, что в них содержались а, эти идеи революционные, в «Б» там звучали песни, которые надо было донести, в «Э» там играли люди, которых надо было давно показать. Я смотрю этот фильм, потому что я нигде более не могу сейчас увидеть живого Виктора, моего друга. Те, кто знал Цоя близко, утверждают, что он был восточным человеком не только по фамилии. Любовь к японской поэзии, влечение китайской философии, страсть кунг-фу, именно эта, а не корейская внешность, так тяготившая Виктора в юности, выдавали в нём восточного человека. На Востоке Цоя побывала однажды. Это была поездка в Японию. Он приехал оттуда счастливый, говорит. Так здорово. Не я один узкоглазый, а все вокруг узкоглазый и гораздо ниже ростом. Ты чувствуешь себя великаном просто среди. Как император среди подданных. Он себя одновременно считал и японским самураем, по-моему, ощущал себя и китайским мудрецом. Я видел истоки Витиного творчества. У меня оказалось кассеты, пение корейских буддистов. Я сейчас со стула не упал, когда услышал. То есть настолько похоже. Цитарь играл. Чурашка, который очень любит деньги. Послушал матрик. Ты заторжал в круг, билет на парковок. Ты уехал, ты уехал, ты уехал, ты уехал. Ты уехал, ты уехал, ты уехал. Цой рисовал в гетке. Он учился в художественной школе, в Серовском училище и готовил себе карьеру профессионального художника. Музыка в тот момент воспринималась им как хобби. Судьба распорядилась иначе. Живопись превратилась в одно из многочисленных его увлечений. Я думаю, что трудно, конечно, быть все время на одном уровне популярности. Но, наверное, это потому, что мы стараемся делать какую-то собственную музыку. И, в принципе, когда я записал первый альбом, он сразу стал популярен. И мне не пришлось искать пути для того, чтобы найти контакт с публикой. И я просто делаю то, что делаю. Пишу такие песни, как получается. Мы стараемся их аранжировать, не глядя ни на кого, и не беря пример ни с кого. И, может быть... Ну, естественно, мы слушаем очень много музыки, но мы стараемся что-то взять оттуда, но без подражательского какого-то. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ